В бизнес-центре «Партнер» на Октябрьском проспекте 123А работает художественная студия «Живая кисть». На занятиях знакомят детей с живописью и рисунком, помогают подготовить работы для творческих конкурсов и набить руку к вступительным экзаменам в художественную школу. На одном из мастер-классов, которые проводят здесь каждый месяц, побывали мои коллеги. Набросали нашу основную композицию. Теперь можем переходить, естественно, к нашей работе двойным москов. На одну сторону кисти мы берем белило, на другую сторону кисти берем окно. Здесь учат основам рисунка и разным техникам живописи, проводят пошаговые уроки и мастер-классы по рисованию для любого возраста. Такой релакс, и особенно, когда видишь, что получается такая красота. Художество люблю с детства, и это очень классный, на самом деле, способ расслабиться. Диана прямо в этом деле, она прям умничка. С ней очень приятно общаться, и она объясняет очень здорово. И получается такой классный результат, которому мы просто вместе радуемся. Диана Хрипунова открыла художественную студию в октябре прошлого года. Занятия проходят каждый день, как индивидуальные, так и групповые. Многие считают, что они не умеют рисовать. Это большое заблуждение. Они умеют рисовать. Тот, кто может писать ручкой, тот, кто может писать карандашами, они умеют рисовать. Все остальное – это вопрос грамотной поставленной задачи, желания, цели, времени. Проверьте свои знания, способности. Мы научим, докажем, что вы все-таки умеете рисовать. Здесь научат рисовать даже тех, кто никогда не держал в руках кисть. Слой за слоем. Елизавета Глушкова занимается в студии со дня ее открытия. В четыре года маленькая художница написала уже не один десяток картин, которые подарила родным. Я сама научилась рисовать. Люблю рисовать. Я хочу художницей стать. С посещением занятий я заметила, что он где-то не только положительно влияет на развитие ребенка, у нас улучшилась речь. У нас в школе пошли иностранные языки, и я сделала упор на музыку. И я никак не подумала, что живопись настолько может повлиять на память и на вообще говорение процесса. И мы как бы сделали сейчас акцент больше на живопись. По словам Дианы Хрипуновой, занятия живописью снимают напряжение, помогают расслабиться и, конечно, развивают творческие способности. Берем основы из академического рисунка свет, тень, тон и начинаем развивать уже с двух с половиной лет это чувство видения цвета. Ну, на примере игры. Если мы говорим про деток более старших, с четырех лет, да, и далее, там уже идет уклон более на учебную часть. Все-таки в большинстве случаев мы познаем академическую живопись, академический рисунок, обязательно подготавливаем к вступительным экзаменам деток. Три часа кропотливой работы и результат не заставил себя долго ждать. Приходите в студию живая кисть! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.